МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лето осталось совсем чуть-чуть, и в преддверии осени можно подвести предварительные итоги большой кампании по благоустройству и переустройству городской жизни, которую провела команда муниципалитета. Сегодня в этой картине найдется место не только волнующим всех проблемам коммунального хозяйства, но и спортивным достижениям и инновационным идеям. Словом, как всегда, о том, что сделано в Самаре. Испытание пройдено. Новую ливневку, что установили на советской армии около Гагаринского парка, проверили в действии. Поливальная машина устроила на тротуаре импровизированный потоп. Результат оправдал ожидания. Вода побежала прямо в дождеприемник. Весной и осенью, рассказывают местные жители, здесь и шага нельзя было ступить. Вход в парк превращался в огромное озеро. Здесь очень много воды собирается. Колеса, знаете, наполовину, наверное, закрыты водой. Потом мы ходили, а куда зеваться. Иногда, правда, на автобус приходилось садиться, чтобы вот эту вот одну остановку здесь проехать. Для мэра, как и для жителей, эта территория – один из важных объектов, требующих особого контроля. Долгие годы здесь не было системы ливневок, поэтому работы велись с нуля. Под землей проложили 340 метров нового трубопровода, установили 11 смотровых и 6 дождеприемных колодцев. Каждый коллектор может принимать до 200 литров воды в секунду. Серьезную проблему представляла необходимость прокладки канализации под проезжей частью. В ход пошли инновационные технологии. Чтобы не создавать проблемы жителям города, не создавать проблемы автолюбителям, был сделан так называемый прокол под проезжей частью. Была проложена стальная гильза, в которую уже заложены были железобетонные трубы. То есть движение по советской армии не перекрывалось. Борьба с несанкционированными озерами началась еще в прошлом году. Тогда отремонтировали ливневую канализацию на Ракитовском шоссе, где после грозы постоянно собиралась огромная лужа. Городские власти не только наладили коллекторную систему, усилив ее двумя дождеприемниками, но и восстановили асфальтовое покрытие с уклоном в сторону колодцев. Еще один проблемный объект – Днепровский проезд в Зурчининовке. Участок дороги находится в низине, по весне вода полностью затапливает проезжую часть и автобусную остановку. Мы в этом году предполагаем справиться еще с ситуацией в Зурчининовке на Днепровском проезде. Там тоже многолетняя проблема, нет ливневой канализации. Вот проблемные точки мы будем устранять. Но системное решение, изложенное в программе, которую мы утвердили по развитию ливневой канализации на территории городского округа Самар. Что же касается парка имени Гагарина, то сейчас здесь ведется масштабный ремонт. Рабочие прокладывают тротуары и мастят плиткой пешеходные дорожки, высаживают газоны и убирают аварийные деревья. Жители города, прогуливающиеся по парку, признаются – ждали благоустройства любимого места отдыха уже давно. Нужен, да, обязательно ремонт этого парка. Как же не нужен? Парк он для чего сделан? Для детей, поэтому должен быть красивым. Если не делаешь, все же устаревает, рассыпается и так далее. Я надеюсь, красивый парк увидеть с детьми, чтобы сюда, там, у нас вот приезжает мне сестра, например, с другого города, чтобы не стыдно было показать, если одно будет из красивейших мест. Глава города Дмитрий Азаров лично проинспектировал ход работ в Гагаринском парке. Мэр подчеркнул – реконструкция будет проходить под пристальным контролем жителей города. А значит, подрядчик должен учитывать все их замечания. Когда люди привыкли, и там многолетняя тропинка сложилась, ну, надо сделать ее пешеходной, надо сделать твердое покрытие, все равно там люди будут ходить. Кое-что мы в проекте уже поправим. В этом году завершится реконструкция в секторе А, от Московского шоссе до Центральной аллеи парка. Отсюда уже убрали все торговые павильоны и кафе. В скором времени очистит одну из главных достопримечательностей Гагаринского – Лебединое озеро. Сейчас оно напоминает болото. Вокруг него вновь будет собираться детвора, чтобы покормить белых птиц. Здесь будет направлено столько детское, ничего здесь взрослого не будет. Вот сейчас как раз разговаривали о фундаменте, там, чтобы для детей, может, какой-то, даже не кафе, а павильон для занятий, там, для художественного, для лепки для чего-то сделать. Может, кафе с мороженым какой-то сделать. Все будет сделано для того, чтобы дети сюда приходили с родителями и отдыхали. Чтобы ранние сумерки не стали помехой для отдыхающих, в парке установят больше сотни фонарей. Всего на благоустройство сквера из городской казны запланировано почти 50 миллионов рублей. Работы обещают завершить в сентябре. Городская жизнь – вечное движение, в том числе по автомагистралям. Всякое препятствие на пути этого движения неизбежно влечет неудобства. Но теперь дорожные ситуации можно заранее проиграть с помощью виртуальной транспортной модели города. А значит, избежать многих ошибок в будущем. Когда у нас происходят плановые ремонты, либо аварии, мы должны понимать, куда эти корреспонденции, как они будут раздвигаться по городу. Потоки будут, скажем так, переходить, закрыв ту или иную улицу. Поэтому нужна была электронная модель города. Она – это очень большая трудоемкая работа, такая усидчивая. То есть нужно было, сколько людей в каком доме проживает, у кого какое количество машин, кто пользуется общественным транспортом – это соцопрос. Представленная на обсуждении руководителя муниципальных департаментов транспортная модель – результат более чем годовой аналитической работы, в которой учтены малейшие детали самарских реалий. Посчитали ряд перекрестков, посчитали дома жителей в домах, не просто прописанных, а живущих. То есть это очень большая такая работа была проведена. Для создания этой программы на основе собранных данных привлекли специалистов из Пермского исследовательского технического университета. В этом городе, как и в ряде других, подобный проект уже успешно действует. К тому же, по мнению транспортников, у Самары и Перми немало общего в географическом расположении микрорайонов и кварталов. Виртуальная схема, на которую нанесены все объекты городского экстерьера, позволяет спрогнозировать результаты малейших изменений транспортных потоков. Построить школу в каком-то конкретном месте. Какова доступность будет этой школы для граждан, которые живут в округе. Как будет нагрузка на общественный транспорт, на личный транспорт. Где надо парковки, где разворотные площадки. Вот то, что позволяет делаться эта модель. Это очень важный инструмент для работы архитекторов, проектировщиков, строителей, дорожников. Впервые такую модель мы с вами получаем. В преддверии проведения в Самаре игр чемпионата мира 2018 года транспортный прогноз жизненно необходим для грамотного проектирования магистралей. Самарские транспортники попробовали несколько сценариев, пользуясь виртуальной моделью. Как сейчас есть, и увеличили количество автомобилей на 17 тысяч частных. Плюс еще подогнали где-то порядка тысяч автобусов, которые придут. И увеличили еще на 20 тысяч людей, которые приедут поездом и самолетом. Город встал. Потом сделали поперечники, проиграли такую модель. Город немножко поехал. А когда мы сделали, скажем, поперечники и проложили магистраль центральную, с ее потопами, на улице Новосадовая, ну, представьте такой вариант, можно заниматься стритрейсингом. То есть ее перекрывать не надо, она пустая. Впрочем, уже сегодня в Самаре действует участок магистрали, успешное преобразование которого было предварительно просчитано с помощью виртуальной карты города. Что пришлось сделать на Авроре, да, чтобы увеличить поток? Нужно убрать... Проиграли на Питивижн, в принципе, в микроуровне, проиграли несколько перекрестков. Это аэродромные Авроры и промышленности Авроры, да, убрали кольцо, поток пошел. На презентации виртуальной модели Самары были учтены все профессиональные рекомендации специалистов профильных департаментов, курирующих транспорт, строительство и благоустройство. Ее усовершенствованный вариант будет использован на практике при осуществлении первоочередных дорожных проектов города уже в ближайшее время. Костя Иванов несет 10-килограммовый победный кубок с особым трепетом. Он сам занимается профессиональным спортом, правда, не хоккеем, а боксом. Матчи сборной на льду не пропускает на протяжении уже четырех лет. Во время чемпионата болел за Россию и, конечно, за самарского вратаря Семена Варламова. Был страх не подвести, люди ждут кубок, не уронить, не разбить. Но, честно, увидеть-то кубок было за счастье, а тут нам предоставилась возможность вообще вынести его. Шанс увидеть воочию и сфотографироваться с символом хоккейных побед Кубком чемпионата мира 2012 года выпал воспитанником спортивного лагеря «Олимп». За смену здесь отдыхают 270 начинающих спортсменов. Сопровождает заветный трофей вратарь российской сборной Семен Варламов. Я очень рад, что наш самарский парень, Семен Варламов, вратарь нашей сборной, сегодня привез кубок на родную землю. Ему огромное спасибо, мы им гордимся. Болели за него, я уверен, все вместе. Мне это особенно дорого, поскольку в детстве, когда я играл в хоккей, я всегда занимал место в воротах. В один момент Варламова окружают воспитанники спортивного лагеря. Каждый начинающий спортсмен хочет получить автограф из рук чемпиона мира. Первый раз такое случилось в нашем хоккее, здесь в Самаре. Кубок привезет сюда наш родной город. И я очень рад, что делаю именно я. Семен вспоминает итоговую игру со Словакией. Как боролись не на жизнь, а насмерть и выстояли со счетом 6-2, завоевав титул чемпиона мира для России уже 27-й раз. Делится и первыми минутами в раздевалке победителей. Происходило сумасшествие, конечно, все были рады, все были счастливы. Кто-то выиграл первый раз этот кубок, да, неприятно. Это незабываемое ощущение, потому что это твоя первая победа, да, ты впервые достигаешь такого результата, и это запомнится на всю жизнь. Большой победе предшествовали годы упорных тренировок. В 8 лет Семен начал заниматься в команде ЦСКА ВВС. Во всем его поддерживал самый близкий друг и соратник – отец. Александр Игоревич ходил вместе с сыном на тренировки, помогал носить тяжелый спортинвентарь. Кататься он не умел, ходил по бортику. Клюшка у него была для хоккея с мячом, потому что я ему не спешил покупать ее из-за того, что не знал, будет ли он действительно заниматься хоккеем или нет. Ну вот, потихонечку, потихонечку, и он начал заниматься хоккеем здесь, в школе ЦСКА ВВС. Отец Варламова всегда восторгался упорством сына. В 10 лет Семен сказал, что обязательно будет играть в национальной хоккейной лиге и подарит ему джип. Все свои обещания нынешний чемпион мира сдержал. В родной город Варламов приехал со звездной делегацией. Двухкрадный олимпийский чемпион Борис Майоров и заслуженный тренер СССР Виктор Тихонов успели осмотреть бункер Сталина и Космический музей. Впечатления очень шикарные. Такие эспонаты город имеет. Зашла речь и о развитии хоккея в Самаре. Не секрет, что городу не хватает искусственного льда. Мэр Дмитрий Азаров обсудил с губернатором области Николаем Меркушкиным планы по организации новых катков и ледовых арен. Говорили также о необходимости реконструировать дворец спорта и о создании сильной хоккейной команды. Прошлую зиму мы сделали большое количество катков во дворах, чтобы пытаться компенсировать отсутствие искусственного льда. Но я уверен, что каждый год катки все новые и новые, в том числе искусственные, высокого уровня, будут в Самаре появляться. В этом нет никаких сомнений. Формировать новую команду за год не получится. Это 3-5 лет надо. Вот. Если будет такое отношение, я думаю, что должен подняться в хоккей. На кабриолете с кубком в руках спортсмен мирового уровня едет по знакомым с детства улицам. Конечный пункт – ледовый дворец спорта. Точка отсчета – хоккейной карьеры Варламова. Увидеть кубок и его завоевателя пришли более 2,5 тысяч самарцев. Каждый из них мечтал сфотографироваться с символом побед, чтобы затем победы сопутствовали всю жизнь. 7 часов 45 минут утра. Выездное совещание в парке Гагарина идет уже 15 минут. Сегодня уже второе. До этого руководитель департамента благоустройства и экологии Евгений Реймер успел побывать на объекте в Красноглинском районе. Именно такой распорядок дня, когда с 7 часов начинаем совещание на объектах, он для лета, он традиционный, то есть от сложившейся практики. Очень много кабинетной работы, но тем не менее я стараюсь все объекты посещать сам, потому что как-то с годами выработана привычка доверять больше своему взгляду, чем докладам подчиненных. Доклады подчиненных тут же в ритме утренней ходьбы. Отношения с коллегами, многие из которых работают с Реймером не один год, строятся по его собственному признанию на основе партнерского доверия. Но в ситуациях, когда что-то мешает делу, приходится проявлять жесткость. Когда все идет по плану, то, естественно, как вы говорите, дружеско-партнерские, цель одна, и идем к ней. Но есть подрядные организации, которые, выиграв торги, просто не то, что не выполняют свои обязательства по графику, а качество не устраивает, и все. Тогда приходится быть жестким, куда деваться. Утренний рейд по парку Гагарин никаких неприятных неожиданностей не принес. Работы по ремонту этой зеленой зоны идут по графику, а точнее по уплотненному графику. После утверждения городской думы новой осенней даты празднования Дня города нужно успеть привести парк в порядок к 9 сентября, на месяц раньше запланированного. Мы сегодня находимся в парке Гагарина. У нас в этом году беспрецедентно 150 миллионов рублей на парке и скверы выделено. И, значит, вот в этих 150 миллионов рублей два больших объекта, это площадь Кирова и парк Гагарина, и 9 скверов. Вот все 9 скверов, перед тем, как сформировать задание, мы вместе с подчиненными проехали, определились с главами районов, определились, поставили задачу. Задача для руководителя департамента одновременно и простая, и сложная. Вернуть в парк у Гагарина репутацию места для семейного отдыха, которая была утеряна за последние десятилетия. Парк-то был превращен в ярмарку, в торговую площадь, где торговали пивом и спиртными напитками. Очень много осталось места, где стояли кафе, которые ликвидировали, вывезли. Вот здесь порядка 50 вывезено торговых точек. Больше 80 торговых точек мы сейчас с площади Кирова убрали. Это место важно для Евгения Андреевича не только как для чиновника, но и коренного самарца. Там, где мы находимся, у меня двое детей, сейчас трое внуков, и все они, вот, парк Гагарин. Ну, вчера в ночь, прям в 8 часов поедем в парк Гагарин, и все. Я говорю, я не могу, я на работе. В 8 вечера еще на работе привычный распорядок дня. Если команда, в которой ты работаешь, стремится изменить жизнь города к лучшему, подсчитывать часы, проведенные на работе, ни к чему. Такова точка зрения Евгения Реймера. Очень рад, что мне случилось работать в этой команде. И очень ценю это и горжусь, потому что никогда не было команды, которая была бы так однородной и нацелена на решение одной задачи. У Дмитрия Игоревича есть талант, вот, именно, собирать вокруг себя людей, единомышленных, и нацелить их на общее. Вот вы говорите про мой режим работы, его режим более напряженный, чем мой. Если я уезжаю в 8, то он бывает, что через, я почему знаю, что из кабинета, в 10 мне через секретаря звонит, через помощника. В сфере благоустройства Евгений Реймер уже много лет, и по его собственному признанию, знает город досконально. Сфера его ответственности, что называется, на виду у всех. Городской экстерьер – это то, с чем ежедневно сталкивается каждый, начиная с дорог и заканчивая чистотой тротуаров. Потому и откликов со стороны горожан больше всего, пожалуй, на эту тему. Реймер искренне рад благодарной реакции людей на работу городских служб и также искренне переживает в ответ на критику. Психологическая сложность, сложность нагрузки. Вот я говорю, почитаешь, твиттер, интернет, и не всегда там благодарность, да, и после этого ночью не спишь. Давно работаю с людьми, значит, вот, защититься от этого нельзя. И вот когда проходит период отчетов главы города, конечно, очень приятные, хорошие отклики, но с очень большой болью воспринимаются вот вопросы людей, потому что, к сожалению, бюджет города ограничен, и решить единовременно все эти вопросы, их просто нельзя. Они накопились, годами, десятилетиями накопились эти вопросы. Чем старше проблема, тем болезненнее ее решение. Но принимать его нужно, как в случае с ремонтом моста через реку Самара. Ведь просто предыдущие администрации, они прятались от этого вопроса. Он обсуждался постоянно. Постоянно этот вопрос откладывался, потому что решение его болезненное. Оно вызывает социальную напряженность. Но решать его надо. Нельзя же пройти в песок голову, прятать, как страусу, и ждать, когда он упадет. И только вот эта команда приняла решение пойти на эту непопулярную меру. Но вот показывает же сейчас практика нам, что те меры, которые были приняты по бесплатным поездам, по речной переправе, значит, по реверсному движению по мосту, хоть проектировщики вначале возражали категорически, что они оправдывают себя. На вопрос о Самаре своей мечты руководитель департамента благоустройства отвечает предельно конкретно. Как человек, который каждый день имеет дело с насущными проблемами городского бытия. У меня мечта все-таки восстановить дороги Самары. Наверное, в этом месяце будет принята программа развития уличной дорожной сети города. У нас дорогами, ну, наверное, с 95-го года не занимались вообще. Поводов для вполне конкретных мечтаний у Евгения Реймера достаточно. Сегодня город – огромная площадка для преобразований. Поэтому завтра, в половине седьмого утра, он снова начнет выездное совещание на одном из объектов, меняющейся Самары. В следующий раз мы встретимся с вами в сентябре, когда Самара окончательно войдет в рабочий ритм, а значит, появятся новые темы и сюжеты для программы «Сделано в Самаре». Субтитры создавал DimaTorzok